Всех приветствую! Продолжаем рассматривать картины и описание этих картин. Данте и Вергилий. Картина Уильяма Бугро, написанная в 1950 году. Это картина «Маслом на холсте», вдохновленная божественной комедией Данте Алигьери. Хранится в музее Арсе в Париже. Я цитирую Википедию. Это одна из первых работ, которые Уильям Бугро отправил на выставку в салон. Придерживаясь того, что было названо черным романтизмом, он решил черпать вдохновение из Данте Алигьери, в частности из 30-й песни «Ада» божественной комедии. Но ни в фио, ни в трое, нигде и никогда не было такой ярости и такой жестокости в разрыве не человеческих конечностей, а даже животных, какой я видел в виде двух бледных обнаженных теней, которые, кусая друг друга, бежали, как свиньи, когда открывают рот. Цитата. Чуть позади двое других мужчин. Данте Алигьери, еще более погруженные в темноту, наблюдают за ними, а позади снова улыбаются дьяволом, темным на черном фоне. Французский поэт, прозаик и искусствовед Теофиль Готье наслаждается картиной. Скани с Кики со странной яростью бросается на своего соперника Капоккио, и между двумя бойцами завязывается борьба мышц, нервов, сухожилия Сазугрин, из которых вышел Бугро, его честь. В этом полотне есть резкость и сила. Сила – редкое качество. Для французского писателя Эмиля Золя, который, кстати, поддерживает импрессионистов, которым было отказано в салоне, этот тип картин является верхом утонченности, блестящей элегантности. Ну, а интеллигенция отворачивается. Уильям Бугро вернулся на передний план чуть более века спустя, а в 2010 году министр культуры и коммуникации Фредерик Меттеран объявил о приобретении французским государством пяти работ художника Адольфа Уильяму Бугро. В том числе и этой. Эта работа приобретена и передана в музее Арсе. Вот такое описание из Википедии нашел к работе Уильяму Бугро. Она называется «Данте и Вергили», написанная в 1850 году. Пока-пока, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!